Тревога, нежелание общаться, кошмарные сновидения, первые звоночки психического расстройства. Игнорировать их нельзя, говорят специалисты. Все может вылиться в депрессию или в другие, не только психические болезни. Предотвратить последнее можно, если, например, на психическое здоровье будут обращать внимание и обычные терапевты при осмотре пациента. По крайней мере, такую идею уже рассматривают в региональном Минздраве. Решено, что будет подключился медуниверситет, обучающий курс будет проведен. Наши доктора поедут во все районы Алтайского края с обучающим курсом, как для психиатров в том числе, так и для всех медицинских работников, всех наших ЦРБ и прочих-прочих заведений. То есть это все, работа она полномерно ведется. И потребность в этом есть, говорят специалисты. Так количество людей, обратившихся за психотерапевтической помощью, за последние три месяца в крае стало больше на 15%. Сказалась и сезонная хандра, и неспокойная ситуация в мире. Помочь себе выйти из депрессивного настроения человек может и сам. Гулять, читать что-то позитивное, заниматься хобби. Но зачастую справиться самостоятельно даже с этим нет сил. Конечно, это диспансер. Вы идете на прием к врачу-психиатру, работает диспансер точно так же, как любая поликлиника, участковый метод такой же. То есть позвонили, узнали своего участкового врача-психиатра, записались и пришли к нему. Все, вас доктор осмотрит. И уже по результатам осмотра будет дальше действие, тактика будет разработана. В Барнауле такую помощь с конца 80-х оказывает краевая клиническая психиатрическая больница. Если раньше люди стыдились обращаться за помощью к специалисту, теперь стереотипы стираются. Профильные врачи могут назначить медикаментозное лечение в крайних и сложных состояниях стационар. А чтобы не довести себя до критических состояний, советуют заниматься тем, что приносит удовольствие и меньше копаться в собственных мыслях. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.